Система здравоохранения на местах нуждается в изменениях. Так считают медики, это же подтверждают и представители местной власти. Развитая и правильная работа первичного звена позволит реально экономить средства. То есть помимо всего остального, что это будет упор на профилактику, что будет раннее выявление таких серьезных системных заболеваний, начиная с сердечно-сосудистых, и СПИД, и так далее, и тому подобное. То есть это конкретно еще снизит, скажем так, нагрузку финансовую на систему здравоохранения. Начинать, считают чиновники, нужно с первичного звена. И разработали программу развития центров медико-санитарной помощи в Запорожье. Она состоит из четырех пунктов. Первый – ремонт и реконструкция поликлиник и амбулаторий. Мы подобрали комплекс из 11 объектов, это я сейчас говорю о капитальных ремонтах, пяти центров ПМСД на общую сумму 7 миллионов 240 тысяч. Однозначно мы понимаем, что сумма эта будет, если и варьироваться, то в меньшую сторону. Планируется и строительство новых амбулаторий. На это необходимо порядка 41 миллиона гривен. Для этого надеются привлекать внебюджетные средства. Вторая часть программы – обеспечение центров первичной медико-санитарной помощи необходимым оборудованием. Так, согласно проекта программы, в центры первичной медико-санитарной помощи планируют приобрести портативные электрокардиографы. На это закладывают немногим более 3 миллионов гривен. Также планируют обеспечить каждого медработника специальной сумкой-укладкой. Для врачей предусмотрено 293 сумки, в деньгах – это 3 миллиона 200 тысяч гривен, для медсестер – 279 сумок, которые обойдутся в почти 900 тысяч гривен. А еще в планах городской власти закупить 122 компьютера, которые установят в каждой регистратуре и амбулатории. В программе также предусмотрено и обеспечение врачей, оказывающих неотложную помощь необходимыми медикаментами. Планируют и мотивировать семейных докторов. Мы предлагаем установить надбавки в размере 1500 гривен, однако не фиксировано. Естественно, человек должен их заработать. И здесь есть два критерия – объем и качество. Улучшая качество оказания первичной медико-санитарной помощи, мы таким образом приблизим ее к населению. На реформы нужно 76 миллионов гривен, где брать эти деньги будут решать депутаты городского совета. Они же вынесут и окончательный вердикт, быть этой программе или нет. Пока же представители профильной комиссии концепцию одобрили. Мы не можем оставить людей один на дик с этими проблемами, особенно в сфере здравоохранения, жизни и здоровья. Поэтому мы уделим максимальное внимание этому направлению, потому что это то звено, в котором происходит первое соприкосновение пациента с системой здравоохранения города. Ирина Погорена, Юрий Васильченко, ТВ5.